доброго денечка всем любителям комнатных растений у нас очередное видео на эту тему что цветет и растет на подоконниках в июле и для тех кто первый раз попал на мой канал хочу сказать что у меня есть целый плейлист посвященной комнатным растениям и там вы найдете для себя много интересного если вас эта тема конечно трогает итак посмотрим что здесь у нас все хорошо чувствует растение будет казаться что очень много все заставлено потому что сегодня пасмурный день у нас вот в латвии частенько такое пасмурное небо и чтобы они получили максимум свежего воздуха и максимум света я большинство поставила сегодня на подоконник поэтому здесь так выглядит тесноватенько вот у меня в уголке очень красивые песца и такие серебристые листья и песцы вообще отличаются красивыми листьями и уже она цветет во все я правда цветочки все время снимаю потому что цветы как и усики забирают растение силы ну два-три я позволяю подсвести чтобы посмотреть на эту красоту хотя цветочки не будут в основном такие одинаковые красненькие вот я вам показываю разные сорта все равно они будут свести красненьким ну пускай порадует глаз здесь у меня мини-фиалочка гвоздячковые пиццы маленький суккулентный садик наверху у меня стоит на полочке циперус очень бурно растет прямо каждый день у него новые побеги потому что он стоит на солнечном месте в миске с водой что ему безумно нравится держите его всегда во влажном состоянии это его любимое по крайней мере для лета зимой конечно надо уменьшать весь этот влагополив очень красиво продолжают свести все герани королевские куплены еще в мае месяце ботаническом и вот они радуют просто цветы стали немножко поменьше не такие крупные но цветут бесконечно не успевают одни закончить свести я обрезаю тогда этот как бы длинный побег и они выпускают новые и в общем все это дело продолжается тут у нас есть и простая душистая герань который очень нравится стоять около открытого окошка и много много еще фиалочек который продолжает свести хотя уже многие отцвели но вот есть еще такие красавчики которые просто радуют глаз кто-то уже зацветает по второму разу вот этот божественный лотос наконец в своем полном расцвете необычайно интересный фиалку не листья загибается как у кувшинки кверху и такие громаднейшие цветы белорозовые просто великолепные эффектно темная листва вообще красиво но распускался долго долго бутон стоял месяца два наверное пока распустился очень много вот тут всяких маленьких мини фиалочек они кто-то отцвел а кто-то скоро зацветет опять а есть те которые не прекращали цвести вот как вот этот сорт вот такую вот тоже тут они стоят в горшке у большого фикуса здесь рядом и рир и резины ой язык словашь пока вы говоришь это именно такое красиво эффектное растение с красными листочками легко размножается черенками очень неприхотливая стоит вот на солнце пёкина надо очень много поливать как только немножко не полил на этой жаре она сразу вянет тут вот тоже маленькие красивые фиалочки менюшечки различные полу менюшечки и изумительный совершенно цветок громадный сорта который называется утонченный вкус или утонченный стиль вот уже не помню еще одна геранька и там там еще два сорта гераньки так я тут пытаюсь как-то так аккуратненько чтобы ничего не не уронить проползти тут тоже красивая фиолетовая генурка здесь тоже фиалочки которые сейчас начинают по второму разу цвести так там у нас вот именно желто цветковая и писты вот он тоже цветочек начинает уже распускаться рядышком там красивые писты очень стоит такая расцветки тут опять какая-то фиалочка и вот у меня там мой гибискус с такой миниатюрный замечательно красиво расцвел у него такой желтый цветок и цветов очень много мне долго в этом году пытался цвести не цвести стоял какой-то загадочный непонятный а потом вдруг когда его переставила в этот угол взял и на выпускал кучу бутонов просто кучу поэтому вижу цветки на нем каждый день но тут буквально в полушаге в 20 сантиметрах от подоконника стоит громадный горшок и в нем тоже много чего вот под под шифлеры которая выпускает бесконечно какие-то у меня новые побеги надо будет ее обрезать скоро пальмочка здесь хорошо нормально и как бы и не на самом солнцепюки в то же время очень близко рядом с окном она такая веселенькая еще чуть-чуть дальше буквально тоже на сантиметров 20 стоит папоротник он тоже любит такое отдельное особняком место ему здесь нравится еще сантиметров 20 лежит муха отдыхает муха посмотри на нас привет привет мои собаченцы это муха чихуашка не совсем похоже на чихуашку потому что толстушка вот дальше что у нас тут дальше дальше у нас хлорофитум тоже красавчик ему здесь нравится все время выпускает каких-то детишек продолжает надо их наверное вообще снимать срезать сажать вот они здесь такие детки вот так что-то перестала нравиться моему комнатному каштану вот я его немножко повращала повернула и он уже стал какие-то листья стали желтеть то есть объективно не понимаю что ему не нравится может быть ему тоже не нравятся все эти вращения повороты потому что само место ну идеальная вот буквально так сказать рядышком с окошком тут но нету этих ярких солнечных лучей тем не менее вот он то меняет он расцветку листвы меняет то еще что то но в общем какой то он загадочный надо будет разобраться потому что терять это растение совсем не хочется очень эффектно растет уже несколько лет вырос из каштанчиков кстати надо посмотреть бывает что у некоторых растений есть определенный срок жизни вот как бы в квартире там скажем пять лет семь лет после этого я так полагаю если этот срок указывается растение погибает надо бы либо черенковать либо что-то с ним делать вот даже не знаю так ну и что у нас тут еще посмотрим уже не на подоконнике посмотрим тут у меня на столике рядом с окном это красавчик этот ёжичек пушится пушится его не надо поливать сверху но надо всегда поливать мисочку с водой он очень любит пить воду вот и стоит он такой замечательный прямо ёжик ёжик тут тоже есть еще одна фиалочка цветет моя любимая мурая который тоже уже начало цвести по второму разу и образовывает опять какие-то завязи наверное будут опять какие-то ягодки так обойдем обойдем вот этот слоновья нога вторую я вынесла в коридор чтобы я там было посветлее и получше она очень большая это более компактное поэтому меня стоит на столике вот этот у меня товарищ тоже рос-рос замечательно а сейчас что-то ему там тоже как-то как-то ему не так стали у него вянуть немножко пару листьев пожелтели может быть это просто такой процесс когда отмирают нижние листья вот но я всегда волнуюсь потому что кажется что он должен быть весь такой роскошный вроде бы роскошный но вот чего-то ему немножко не хватает частью мне перекочевала на кухню там почти постоянно открыто окно и свежий воздух то что нравится часть у меня стоит на лестничной клетке так что в целом вот примерно ситуация с растениями выглядит так ну конечно больше всего вот радует подоконник здесь много всего цветущего красивого поливаю по мере так сказать необходимости смотрю но я склонна скорее заливать чем не доливать поэтому меня надо останавливать вовремя просто по состоянию растений смотрю рыхлю немножко землю фиалочек чтобы она была легкая воздушная чтобы там не застаивалась вода иногда опрыскиваю но не часто прямо скажем этим не грешу избыточно ну и пока растение нравится но сейчас самое прекрасное время он длинный световой день свежего воздуха много так что надеюсь что у вас тоже все на подоконниках тоже красиво всего хорошего до следующего месяца пока пока